Лев Кавказской туземной дивизии. Такое прозвище за отвагу и мужество после Первой мировой войны получил ротмистр Ингушского конного полка Зоурбек Тимаркоевич Боров. Он родился в 1846 году в старинном ингушском селе Длинная долина Владикавказского округа Терской области. Семья офицера русской армии, участника русско-турецкой войны 1877-1878 годов, прапорщика Тимарко Дудевича Борова. Далекие предки древнего рода Боровых являлись прямыми потомками основателя джайрахского общества горной ингушетии, легендарного джайраха. Старший сын Тимарко, прапорщик русской армии Анзор Боров, также был участником русско-турецкой войны 1977-1978 годов. Участвовал в знаменитом сражении на Шибке 4-й и 3-й степеней и пожалован именным холодным оружием. Семья Тимарко была небольшой – сын Зоурбек и дочь Лидия. По достижению юношеского возраста Зоурбек поступил в военное училище. Благо офицерские чинатца и, соответственно, связанные с этим привилегии, позволили получить хорошее военное образование. По окончанию учебы он служил военным чиновником в административном центре Терской области в Владикавказе. Будучи на военной службе, Зоурбек прошел почетную службу собственным его императорского величества конвоей в Санкт-Петербурге. В 1895 году он был назначен полицмейстером города Ашхабад Туркестанского уезда. В 1910 году по ложному обвинению ему пришлось оставить военную службу в России, и он эмигрировал в Персию. В Персии к этому времени начала разгораться гражданская война между двумя враждующими политическими силами страны Зашахский престол. На сторону древней династии каджаров стал и Зоурбек Боров. Учитывая его военное образование, опыт военной службы и офицерский чин, ему поручают командование кавалерийской сотней, а затем и полком. За многократные военные отличия, приводившие части под его командованием, победам, личную храбрость и безупречную службу, он стремительно делает блестящую карьеру. В конце концов, он был возведен в чин генерала кавалерии персидской армии. К сожалению, эту гражданскую войну династия каджаров проиграла, и после объявления амнистии кавказским народам, в обмен они должны были пойти служить в Кавказскую туземную дивизию. Зоурбек Боров принял все условия объявленной амнистии. Вместе со своим другом, принцем Фазулой Мирзой, вступил добровольцем формирующийся Ингурский конный полк Кавказской туземной конной дивизии. К этому времени его старшие сыновья Султанбек и Измаил уже служили офицерами в русской армии и перевелись в Кавказскую дивизию, чтобы быть рядом с отцом и соплеменниками. За четыре года Первой мировой войны он досужился до звания ротмистера Ингурского конного полка. Также он получил все четыре степени ордена Святого Георгия, то есть он полный георгийский кавалер. В конце 1918 года Зоурбек Тимаркович покидает Северный Кавказ вместе со своим зятем Тапой Чермоевым и другом Фазлой Мерзой Каджаровым. Он эмигрирует во Францию. Долгое время он жил в Париже, общаясь с боевыми соратниками в эмигратских кругах российского офицерства. В 1926 году, после непродолжительной болезни, Зоурбек Тимаркович скончался. Похоронен он с соблюдением всех канонов ислама на мсульманском татарском кладбище в Париже.